Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Сегодня вышли пораньше. Мы едем, договорились встретиться с нашими земляками из Сталина. Представляете, мы с ними переписывались еще где-то около года назад. Они нам писали, расспрашивали про нашу жизнь. В Таллине мы прям недалеко друг от друга живем, в одном районе, очень близко. И мы с ними переписывались, они тоже вроде как хотели купить квартиру. Вот сейчас написали, что они здесь, в Алании. Не знаю, купили они или снимают. Но, короче, все вам сами расскажут, если захотят, конечно, сниматься. Мы едем сегодня навстречу. Не знаем, куда пойти, честно говоря. Может быть, поедем на турецкий завтрак. Вот Айлоф Алания, дача специально рано утром. Специально рано утром вышли, чтобы вот пойти вместе. Рано утром это в 9 часов. 9 утра, да, чтобы именно на завтрак успеть. Короче, вам покажем. Сегодня пасмурно и при неделе предстоит такая тоже не очень красивая по прогнозу. Может быть, она изменится. Но тепло, как сейчас, наверное, 19 градусов где-то так. Едем мы, заберем их из их комплекса. Навито 2, резидент. Здесь в конце Махмутлара такие комплексы интересные. А там уже, друзья, Каргиджак. Вот гора, где, видите, много домов. Это уже район Каргиджак. Там вот навито 1 комплекс, это навито 2. Вот такой большой дом. Доброе утро. Иришка, привет. Знакомый заочно. Привет. Как приятно вообще. Серега, привет. Привет, слушай, привет. Да, даже из Сталина. Да, да. Ну, представьтесь, как вас зовут. Меня зовут Олег. Моя жена зовут Лена. Очень приятно, ребята. Мы были с ними заочно знакомы по интернету, а теперь вот виделись вживую. Они из Сталина, ребята. Представляете, там, где мы живем, прям рядом, недалеко, буквально. Буквально рядом. Соседи, да. Приехали, но мы приехали с ребятами, едем на Айлоф Алань, уходим за Пазар. Поехали первый этаж, так сказать, снять. Видите, как красивый вид. Ребята не были. Мы здесь были, да, ребята еще не были. Ребята не были. На завтрак-то мы приехали. Представляете, мы здесь одни, нет вообще ни одной машины. Все магазинчики закрыты. Сейчас посмотрим, работает ли ресторан, накормят ли нас здесь завтраком или нет. А если нет, поедем в другое нет. Крестан The Rabbit. Мы один раз уже здесь были с Сергеем и Ирой. На завтрак никого, конечно, нет. В прошлый раз был народ, но вид хороший. Не холодно, градусов 20, наверное. Но сидеть-то мало. Мы выезжали, вам было 17. Сейчас надеемся на солнце. Да, мимо термометра ехали, было 17 градусов. Но сейчас чуть потеплее стало. Уже 12. Вот если солнце выйдет, сразу же станет очень тепло, выше 20. Так и зимой такая же погода. Нам бы сегодня начинают приносить на стол. Принесли чаек. Мы заказали много на тарелке. Чайник чая. Сахар мы не едим, типа. Да, но оба одну можно. Здесь в торце уже едим. Очень интересно, как их дети привезли котенка из Египта летом. Да. Кстати, полюбился им. Вот около Лены сейчас трется кот. Я говорю, смотри-ка, тебе к сумке трется. Она к слову просто была. Да и ребята рассказали, как их дети привезли из Египта живой сувенир. Вот такой тут друг лежит, ждет тоже завтрака турецкого. Выспался, вышел, намылся и готов принимать. Турецкий завтрак. Начали нам приносить потихонечку. Вот такие у нас девочки симпатичные обслуживают нас. И мы там. Мы когда поднимались на этом боку, а я сижу. Я говорю, я боюсь даже вниз. Я даже боюсь пошевелиться туда вниз. Вот нам принесли очень полезное. Самое вкусное, самое безвредное. С утра всем можно, рекомендуем. Да, и ишенка на сковородке. Вот такой у нас, друзья, завтрак. И компания. И компания, да. Это наши подписчики, так приятно. Мы не ожидали, да. Пришли ребята, да. Как вас зовут? Меня Саша, это Убаль, да? Убаль, очень приятно. Спасибо, ребята, что смотрите. Огромное вам спасибо, очень приятно. Убаль, я все время говорю, напиши, напиши, напиши. Коммунизм в Убаль, я стесняюсь. Как же я напишу? И как вы, Сергей, у нас уже звезда. Я хотела сказать, что я думала, что мы еще подписчики только нашего возраста. И может быть, немножечко старше. А когда такие молодые, такие интересные, это вообще вау. Молодец, Сергей, что ты это делаешь. Интересно. Очень хорошая, очень интересная и разговаривает очень поспитивно по поводу, по поводу, по себе, город, который нам нравится тоже. Сладно. И мы видим, ну, какой. Что прикольно. Спасибо. Спасибо, ребята, огромное вам большое приятно. И вы молодцы, что купили, наши люди себе олайнеры. Да. Я потому что у Вальдер, ну, он не был, а я была много лет назад, и я такая, хочется, чтобы обязательно надо поехать. Видишь, Ленойска, как приятно. Молодец. Как здорово. Ну, подходит молодой человек, думаю, неужели я где-то так красиво заслечилась, так приятно. Я только что недавно говорила, что на меня никто внимания даже не обращает. Спасибо тебе большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Продолжайте успехов. Да, у нас завтрак, правда, переходящий в обед, наверное, тут на доме. В ужин. Скорее всего, в ужин. Спасибо вам, что подошли, нашли смелость, и ты молодец. Юный и очень активный. Молодец. Ну, это ее программа. Все, спасибо. Спасибо вам еще раз огромное. Успехов вам. Снимайте больше. Мы покушали, идем домой. Как бы у вас так на фоне флага турецкого. Приехали на рыбный рынок. Вот, ребята, мы стали показать рыбный рынок. Какая рыба на нем есть. Мы с вами здесь уже были, я вам показывал его. Есть такая стоянка подземная. Ну, мы машину оставили на улице. Удобно. Пойдем. Такими вот отделами. У каждого отдела свое название. И своя рыбка. Здесь, к сожалению, цены я не вижу. Обычно цены они ставят. Но это такая последняя лавка. А дальше идут рестораны. В ресторане вы можете как-то заказать блюдо. Вам сделают. У них есть своя рыба. Вон там у ресторана рыбная витрина есть. Также можете сами купить здесь рыбку. И в ресторане вам ее приготовят. Но заготовку вам придется заплатить. Сколько заплатить, надо договариваться заранее. То есть сразу. Не так, что вы дали готовить. Вам потом скажут цену дороже блюда. Сразу договорились. Если вас устраивает, остановились, вам ее приготовят. Или купили у них. Ребята из Талина. От нас им тоже все интересно. И цены, и рыба. Я уже говорил, выбора рыбы у нас такого просто нет. Ну вот, смотрите, цены. Рыба любой. На любой вкус. В какой качестве. Вообще фантастика. Тараба. И креветки. Креветки большие. Ну и огромные ряды рыбы. Просто вот огромные. Какое хотите. Все, что хотите. Даже вот здесь. Молюшки. А, это эти. Кустрицы. Крабы. Очень интересно. Друзья, Камбала какая ровная. Нараба, да. Здравствуйте. Нараба, телеволе. Нараба. Рыбы много. Тенараба. Посмотрите, друзья. Продают пьявок. Не желаете пить пьявок здесь? Обзоровится. Осьминоги. Халемары. Привет. Все доброжелатели. Реально, такого количества рыбы, может, кому-то это будет привычно. Обычно для нас, так сказать, балтийцев из морской страны, это очень необычное такое количество. Посмотрите, креветки. Кир, поставь руку. Вот креветки. Вот ирина рука. Было видно, да. Но это, конечно, не местные креветки. Креветки, друзья. Джумба. Большие. Цена, не знаю, чуть поменьше. Кальмары. Еще креветки. Пусть, конечно, у нас солнышки. Точно, смотри, это хамси готовая, почищенная. Как хорошо. И на другой стороне, на другой половине рестораны. То есть, начинаются рестораны разные, рыбные. Как я говорил, можно, что вам приготовят свое, а можно купить, и они тоже приготовят. То есть, сами турки сидят, кушают, хотя сегодня и понедельник. И вот они рядом, прям рядами идут туда дальше, эти рестораны. Внутрь. Идем в магазин велосипедов посмотреть велосипеды. Бьянчи, давно мы в нем не были, но мне велосипед не нужно, а вот ребятам показать. Магазин вот здесь недалеко. Целы по зары, большой магазин. И вот поворачиваем сюда, вот такой называется, бьянчи магазин. Вот прям написано, видите, бьянчи. Здесь очень большой выбор велосипедов. Больше намного, мне кажется, чем там в Тос-Море. Давайте посмотрим. Много велосипедов. Много. И есть интересные. Много, друзья, детских велосипедов. Такие вот электрические машины. Много разных. Для детей очень много. Для разного возраста велосипедов. Есть и для автомобилей. Аккумуляторные батареи разные. И все-все-все, что нужно для велосипедов. Ой, тут неимоверное множество великов. Вообще выберите любой. Также есть электросамокаты. Да, огромное количество велосипедов. Разных. Седла, шлема, бутылочки. Короче, все, что хотите вам для велосипедов. Их просто неимоверное множество. По любой цене. Спортивные, шоссейные, кроссовые, горные. Какие хотите. Очень много велосипедов. У них какой-то привоз, я так понимаю. Еще даже цены не поставлен. Ну что, ребята, нас пригласили к себе посмотреть свою квартиру. Какую они купили. Вот комплекс Navita 2 Residence. Высокий, красивый. Всегда было интересно на Navita красивые квартиры посмотреть. Пойдемте глянем. Заходим. Ну, красивее. Подписчиков. Здорово. Ну-ка, смотри, тоже красиво. Ой, тут охрана. Ой, смотри, какой у них волосатый потолок. Прикольно. Что ж, красиво. Какой красивый. Инфраструктуру смотреть будете? Конечно. Пойдемте посмотрим. Ну, слушай, красиво. Какой бой. Ну, вот, да все, ребят. Футбол можно поиграть, можно оутеннис. Здесь здорово. Столки какие шикарные. И бильярд. И выход на лужайку. Да, здесь просто посидеть, посмотреть телевизор. И вот внутренний бассейн. О, тут жара. Как в бане, да. Метр сорок, не выше меня. Водичка теплая, потолок интересный. Вот тут жарко, да. И отсюда выход. Отсюда выход уже на территорию, где большой бассейн. Да, у вас красиво. Борочки, вот. Здесь дверь Топаджи живет. Здесь туалеты. Ну да, чтобы в бассейн не бегали, не ходили, да. Чтобы цивильные, красивые. Туалеты красивые, да. И выход вот сюда, на улицу. Через окно показывал. Да, симпатичная очень территория. Детская площадка. В бассейне у вас кафель поотлетал, слышали? И вот такой он большой дом. Сейчас пойдем к ребятам поднимемся, посмотрим. Смотрите, сколько мандаринов. Вообще, просто дерево. Слушай, неимоверное множество мандаринов. Так и мы покупать не надо. Вышел сюда, поел прямо с дерева. Прямо с дерева драли. Ну, красиво все, да. Приятно, когда-то в комплексе все красиво. Пойдемте, поднимемся. Тоже восьмой этаж, как и у нас, представляете? Поискновению здорово сделано. Стульчик специально поставлен. Тут ты сел. Вот мы видим, посмотрите, вид какой на гору и на Голд Сити. Она таким оранжевым. Голд Сити красиво, он горит. Вечером. Заходим к ребятам. Ой, а у вас просторная прихожая. Прямо просторная. Видите, какой лифт, шанхайский барс красивый нам встречает. Да, красивый потолок. Интересный партнер. Спальня, да, у вас, слушай, намного больше, чем наша. Спальня прям большая-большая. Из окна, друзья. У-у, какая красота. И шкаф прикольный. Здесь, по этой квадратуре, тоже больше. Прихожка больше, туалет больше. Здесь, шкаф, как здесь. Водонагреватель. Шкаф спрятана, стиралка и водонагреватель, ну здорово. И холл-кухня. Да, и холл-кухня у вас больше. У вас больше, да, квартира? Ну да, пометражу она есть больше. Квартира очень красивая. Ну, хорошая, симпатичная. Намного больше у вас, намного. Япно, да. Там выход на балкон. И вот Ира. Зонированные вот эти вот. Немножко, ну, играет потолок красиво. О, видно, как ведь жарко, здорово. Балкон, а еще и в ту сторону? Да. Еще и в ту сторону. Здесь истеклено, там просто. Ну и правильно, там эти кондиционеры. А, здесь солнце же, вот оно вот так встает. А это, когда вам идет туда тепло. Слушай, видишь, шикарный. Видишь, шикарный вот этот, да. Просто фантастика. Там будет парк. Все говорят, там будет парк. Ну, у нас тоже. У нас тоже там обещают, у Алары парк и никак. Или Ектор пихнет узкий, длинный. Да, да, да. Молодцы, ребята. Вот наши земляки из Сталина. Рядом живем. Очень молодцы. Такую квартиру купили. Молодцы, здорово, приятно. Прямо от души поздравляем. А туда еще тоже. Да, смотри, там не засекленный балкон, часть балкона. Ну что, ребята, понравилась квартира. Молодцы, очень здорово. Прям поздравляем. Такое, да, прям поздравляем вас. Молодцы, здорово. Поздравляем, Олег. Спасибо. Приятно. Молодцы. Вот земляки наши из Сталина переехали. Маленький Талин собирается в маленькую оладню. Да, правильно. Скоро все оттуда уедут и будут жить здесь. Было бы здорово. Конечно. Мы не против. Всем пожалуйста. Да, всем пожалуйста. Друзья, так прошел наш сегодняшний день. Мы приехали к дому. И сейчас сыро идем. Вот у нас в Куртсофире будет какой-то новый магазин. Я так понимаю, строительный Кочташ. Помните, мы с вами ездили в строительный Кочташ-магазин? Ну, он типа Баухауса вот нашего. И здесь его открывают скоро. Сейчас забивают его товаром. Пойдемте посмотрим. Сверла. Обогреватели. Обогреватели разные, да. Посмотрите. Здесь у нас люстры, краны. О, можно будет купить души, наушники даже. Ну, короче, Кочташ-магазин строительных материалов. Здорово. Прямо под боком. Все доступно, да. Друзья, мы дома целый день провели с нашими знакомыми, с нашими земляками из Сталина. Очень приятно встретить. Какие-то души родные. Ну, и вам все показали. Турецкий завтрак прошлись по рынку. Показали им. Съездили в велосипедный магазин. Показали им, они хотят купить. И показали им ваш, их квартиру вам. Так что все. А им наше гнездо. Все, всем пока. До завтра, друзья. Всего доброго. Друзья, всем доброе утро. Сегодня 23 ноября. Вышел у нас, посмотрите, пасмурно. Даже прошел легкий дождик. Сегодня с утра вышли. Мы с Леонидом, ну, соседом, который на яхте сюда ехал, приехал на машине. Мы поедем ее регистрировать, знаете, сюда, в таможне. То есть поедем сами. Попробуем все это сделать сами. Я думаю, завершится все удачно. Вот Леонид ждет нас на машине своей. Он приехал из Москвы своим ходом. Неделю назад. Мы приехали к организации, к этой, ну, таможне, или как она называется, где ставить машину на учет, регистрировать. То есть этот штампик, паспорт, чтобы вставили. Пойдемте, попробуем, получится у нас у самих или нет. Так, а куда? Вот здесь это здание, да, на второй этаж. Ну, пойдемте, заходим. Идем делать копии. Копия паспорта, копия страховки, копия регистрации. Короче, все надо копии сделать. И оригинал. Копии всего, да. Так интересно, послали нас делать копии. Один направо, другой налево. Мы пошли направо. Оказывается, надо было налево. Обошли, оббежали кругом. Но самое плохое, что начался дождик, мы все промокли. Зашли просто в какой-то магазин, он, ну, такой полупродуктовый склад, не магазин, заказы. Попросили его, и человек, просто турок, опять же, вам к слову о людях, он просто, оно ему надо, он просто встал и делает нам копии. То есть, с нами вот еще люди из этой очереди пошли. Он просто в магазине, на своем аппарате делает копии документов. Нужен паспорт, свидетельство регистрации, рекомет надо сделать и страховку на машине. Для всего нужны копии. Спасибо ему, конечно, огромные. Друзья, кому надо будет регистрации машины, перед тем, как прийти, сделайте копии вот этих документов. Состановите на талазу и почитайте. Нужны копии вот этих документов, что-то не бегать. Мы побегали под дождем, кругами здесь, надо же, как раз дождь. Ну все, друзья, мы сделали, забрали все эти копии у него, которые мы сделали. И теперь штамп в паспорт не ставят. Она сказала, что все это в Экомет как бы забило. Когда Экомет у него 19.02 заканчивается, нужно прийти чуть раньше и сделать с новым Экометом. Она забьет по новой. Насколько мы поняли. Надеюсь, мы правильно поняли. В паспорт никакого штампа не поставили. Поставили его на учет, мы так думаем, занял. У нас это все, ну, я не знаю, часа полтора-два, наверное. Ну и еще бегали, делали копии. Так что лучше копии сделать заранее, тогда никаких проблем не будет. Вот, друзья, наш сосед уезжает от нас, купил виллу. Поедем к нему на виллу, посмотрим. К Кыргаджаке. Нравится мне этот район, посмотрим, как там. Ну, свернули мы в горы. Как ехать к нашему знакомому. Сейчас здесь же тоже строительство пошло. Да, сильно строят здесь. Виды, конечно, красивые. Жалко погода сегодня, не очень. Дождик. Дождик, кстати, кончится. А, мы поворачиваем направо. Сюда я не ездил. Наверх. Едем наверх. Виды откроются сейчас почти под облака. Сегодня они такие низкие. Дождевые. Очень редко здесь такая погода. Для разнообразия даже хорошо. Ну, что, друзья, мы приехали наверх. Вот. Ну, показывай свое хозяйство. Смотрите, зашли на первый этаж. Вид с первого этажа виллы. И море, и горы. Все видно. Ну, сейчас видите, такая дымка. Потому что пасмурная погода. Как вам вид? А солнце вообще? Здесь это холл будет первого этажа, да? Ну, да. Вот здесь, вот там камин будет. Вот тут кухня будет. Вот тут кухня. Вот там будет камин. Место для камина. Окна. А здесь тоже комната, да, будет одна? Это спальня, да. Гостевая. Гостевая спальня. Большая. Здесь санузлы. И на второй этаж поднимаемся. И здесь что будет на втором? Две спальные, и все? Две спальные, и все. Просторно, просторно будет. И вид. Здесь вот будут окна. Все виды. Балкон здесь же. А, да, вот эта балкона. Большая терраса, то есть прям будет. Ну что, молодец, приятно. Вилла будет, да. Потолки высокие. Потолки, да. А здесь еще одна будет вилла, да? У вас две. Здорово будет. Территория общая такая будет. Или у каждого сна. Нет, у каждого сна. А бассейн здесь будет? Бассейн вот здесь будет, Леша. С видом на море. Вот получается от того угла, здесь будет полянка еще. А вот от того угла, вот так он пойдет. А там вот такая будет подпорная стена стоять. И вот так он. Будешь уходить, прям купаться и вот бассейн. Вид на море будет из бассейна. Посмотрите, сколько здесь вилл. Огромное количество. Трояло вилл. Да. И все строятся, строятся. Вот эта вилла, видите, белая, красивая тоже. Своебразные полукруглые формы. Человек из Канады. Русский парень из Канады купил. Большая очень, три этажа с гаражом. Смотрите, какой вид открывается отсюда. Вот здесь смотрите, как много авокадо вилл, много одинаковых таких. Нафанис говорит, смотрел, тут такие комнатки, все как для лилипутов сделаны, он сказал. Вот эти виллы. Хотя со стороны вроде, а, ну они такие двойные парни. Двойные, да, на 2-2 семей. А дорого, не знаешь, они эти? Вначале они стоили по 145 тысяч на начальном стадии. Сейчас я не знаю. А, ну сейчас дороже. Ну их тогда скупили, я скажу, где-то процентов 8 скупило сразу. Вилла вланица. Вот, да, мы еще смеемся, должны успеть, человек через месяц должен переехать. Вот в таком виде вилла, как думаете, за месяц успеют ее построить? Даже интересно посмотреть. Ну, обещают, я сказал, обещают, прям клятвенно. Но вот сегодня мы приехали, сегодня вторник, ни одного человека, то есть ничего не делают. Может пасмурно, поэтому у них депрессия. Кошки из детьми бегают. Когда я дома съездил с фураницем, посмотрели его виллу, не знаю, вы видели, как вам, ну, не знаю, успеет или нет. Ровно месяц, через ровно месяц он должен в нее въехать, у нее мебель придет через месяц. Ну, я сомневаюсь, ну, он тоже сомневается, что они, ну, они уверяют, что не проблема, все успеет. Посмотрим, даже интересно будет, уже это экскурсии. А у нас дождь, опять, опять пошел дождь, удивительно. Полдня уже идет дождь, и нет просвета. Друзья, пришли в фойе, и фойе не узнали. У нас все полностью готово к Новому году, смотрите, как здорово. У нас елочка, такая есть, причем где-то морозом. А, где-то мороз? Баба? Ну, аль-баба. Ну, аль-баба у нас есть, да. Все у нас красиво, видите, мигает. Мальчики постарались. У нас здесь 2022. Ой, сколько еще игрушек красивых, сердечек. У нас не девочки, у нас мальчики наряжают. Молодцы. Всякими красивыми, я себе могу уши украсить красиво. Добрый вечер. Вечер. Вышли мы сегодня вечером, пройдемся по Махмутлару, покажем вам вечерний Махмутлар, ну и заодно пройдемся по магазинам. Еще одна девочка идет с нами на вечерний шопинг, пройтись по магазинам. Все, мы идем. Главное, тихо выскользнуть, чтобы пока муж дремлет или летели, и чем-то очень выскользнуть из квартиры. Вышли мы от нашего дома на улицу Барбароса. Здесь у нас кафешечки открытые. Народу в них по чему-то нету. Друзья, мы дошли до рыночной площади немножко дальше. Народу пока нет. Идем к большим магазинам. Здесь маленький детский лунопарк. Он работает. Детки катаются. Мало, конечно, но катаются. И за ним прямо рыночная площадь. Мы идем вперед. Здесь, друзья, проходим такая центральная апельсинка, где можно попить фреши. Чай. Видите, мужчины сидят. Здесь много фрешей разных. Видите, из этого всего можно сделать вот там цены. Да, народу как-то не особо много. Вот мы дошли уже до Вайкики. Вот он ярко горит слева. Там уже парк начнется сейчас. Не знаю, народу не особенно много на улице. Видите, музыка поет в ресторане. Мы говорили, что туристы уехали. Нет, все красиво. Видите? Здорово. Живая музыка. Девушка поет. Валерия очень. Здорово поет девушка. Видите, как классно. И в ресторане есть народ. Она один раз в неделю здесь поет. Раз в неделю караоке проходит. Ну и вот живая музыка. Наверное, с ней пятница. Наверное, по пятницам. Хорошо поет, кстати, голос хороший. Как-нибудь надо прийти сюда будет посидеть. Интересно. Мы подошли к Микросу. Сейчас там за углом будет Мадам Коко. Магазин. Оттуда все несут подушки и коврики. Нам тоже надо посмотреть. Там 50% скидка на все. Друзья, вот информация про девушку поет. Каждый день с 8 часов вечера она поет в этом ресторане. Класс. Так что можно каждый день подходить с 8. И живая музыка. Девочки затарились. Чем-то подушки. Вот Мадам Коко хорошо было. 50% скидка на все. Все, что есть в магазине, минус 50%. Идем мы, друзья, домой. Время 11 час. Погуляли. Походили по магазинам. Прошлись по Махмутлару. И вот хотел вам показать. У нас, где, помните, была кафешка такая, где продавались турецкие всякие сладости. Она закрылась. В итоге уже открылась новая. И она называется вот так. Тюнефе Баклава Донгурма. Она называется Париж Бестро Кафе. Красиво. Вот все, что у нее есть. Да, и вот все, что, друзья, есть. Можно купить. Можно еще торты там купить. Рыбка и котлетки. Картошка, стейк. И берут рыбка. Еще один плакат. Да, и много места. Видите, такое большое кафе. Много очень столов. Это на улице. И есть еще... Нам показывают, предоставляют меню. То есть, ну, все красиво. Да, ребят, ну, цены не видно. Да, красиво. Гамбургеры, видите. Ну, то есть, ну, можно прилично, нормально покушать. Также можно посидеть внутри. Они тоже очень симпатичные. И есть разные такие торты. Очень симпатичные. Красивые, они вкусные. Можно потушить кофе. И разные пирожные. Ну, и, конечно, турецкие сладости. Куда без них. Друзья, время пола одиннадцат. Мои детки сидят кушать. Там есть детский уголок. То есть, с детьми можно прийти, и они поиграют. Турецкий чай. Кофе вам предложат. И детский уголок. Он довольно-таки богатый, скажем так. То есть, дети здесь не будут скучать, пока родители могут кушать. Спасибо большое. Это Шикюра Дарим. Спасибо, девушки. Такие приятные девушки работают. Говорят в русском языке. Интересное место открылось. Видите, одно закрылось, а открылось еще лучше. Раньше были только сладости. И я еще удивлялся, что как же так? Такое огромное помещение. И как они выживут на кофе. Только кофе, чай и разные турецкие сладости. Хотя наруты был. Но видите, недолго они просуществовали и закрылись. Теперь видите, как красивое название. Там уже море. Это, друзья, наша улица. Купили мы коврик в Мадам Кукову. В English Home, да, Ира? Идем домой. Доброе утро, друзья. У нас солнышко. Сегодня суббота. Сегодня у нас рынок. Сегодня у нас какое у нас число? 27-е. 27-е ноября. Конец ноября. На улице довольно-таки тепло. Пару дней у нас было так пасмурно. Даже шел дождь. Два дня где-то. Но не все время, так периодично. Одну ночь прям так сильно моргало. Гремело. Сегодня сходим на рынок. Возьму камеру с собой. Покажу вам, что у нас есть в конце ноября на рынке. И по каким ценам. Лира, конечно, падает. Цены дорожают. Ну, доход, если в евро или в долларах, то, в общем-то, разницы нет. Все остается на своем уровне. Покажу вам наш утренний завтрак. Ира соскучилась по килечке. Видите, нам привезли из Сталина. Спасибо, доча. Доча килечку привезла. Спасибо, Анечка. Тебе мама передает. Еще у нас чай жасминовый. Симит. И у меня кашка с бананом. Люблю такую кашу с бананом. Вот Ира еще. Завтрак взрослых ставим. И я люблю кашу с бананом и варенье. Сейчас позавтракаем и пойдем на рынок. Там будет гюзлемер? Да, там Ира хочет гюзлемер съесть, соскучилась. Ну, все вам покажем. Мы позавтракали. Вы видели, чем, что мы кушали. И к субботе, как я говорил, идем на рынок. Взяли нашу тачку, тачку-косметичку на Уире. Покажу вам рынок немножко, так, вкратце, что там есть, по каким ценам. Так как лиропады. Это что нового. Да, может, что-то новое появилось. Знаю одно, что вот авокадо сильно подешевели. Даже вот, или сезон их, видно, много идешь. И даже так продают у магазинов, да, по 6, по 7. Были 15 лир, 12 лир. Сейчас 7 лир, 6 лир. И причем по 7 такие можно большие, да, купить хорошие. Сейчас мы идем на встречу с нашими Леней и Светой. Да, вот они вышли. Вот нас будут сопровождать люди на рынок. Светлана, Леонид. Кого будет сопровождать? Тоже с кошельком. Они прошли огонь, вода, мерзлая труба. У Ирия это косметичка, у Лени это кошелек. Леня, бум меняться. Я тебе косметичку, ты мне кошелек. Бум-бум. Спасибо, Леня. Сейчас наша ручка такая. Мы на рынке, представляете, мы подошли к рынку. Мы год здесь живем, хотел вам сказать. Сегодня пасмурно и еще не привыкли к теплу. То есть в окно смотрели, пасмурно, солнца нет. Ира говорит, надо одеваться. Я одел джемпер, видите, на такое, на голое тело. Но реально жарко, я иду весь мокрый, потею. Ира говорит, сейчас купить мне футболку. Друзья, осенний рынок. Народу посмотрите, как много народа. Вот тут есть всякая морковка. Ах, красота. Яйца куриные, да. Мандарины, мандарины по 5 лир, апельсины по 5 лир. Баллажаны 7 лир, помидор, сикар, бананчики наши. Молочко. А, да, молоко, ребята, прямо это коровы. Друзья, я читал, что в лесах здесь собирают грибы. Но вот, пожалуйста, продают. Это рыжики, представляете, 50 грузди, да? Она езжает, грузди, Леня говорит, 50 лир, килограмм. А, чеснок какой, а, гежли, медленно. Гежли, мы все не должны скушать. Клубника продается круглогодично. Смотрите, какая она красивая. Грибы и вешенки. Смотрите, сколько их. Сколько приправ. Знаете, кто-то может сказать, что каждый день, вернее, и одно, и то же. Одно, да, и то же. Но очень интересно, очень колоритно, очень приятно ходить по рынку. Вот, не знаю, как вам смотреть это по телевизору, а вот нам как бы ходить просто шикарно. Вот эти голоса их, как они кричат, настолько звонкие, я так крикнуть не могу. Блин, здесь наша точка сок делает, посмотрите, какие гранаты. Просто сказка. Это гранаты. Вау. Она отрезана прям. А мы с Ирой плавно переместились на вещевой рынок. Пойдем, ну, прогуляемся, да, по кругу, пусть снимут, чтобы время до провести. Друзья, кукуруза, она так пахнет приятно, так и привлекает, чтобы ее купили. Тут тыквы такие мощные. Зелень и вообще просто тьма. В общем, рынок удался. Вот арбузы, ведь арбузы не очень вкусные. Мы на рынке, кстати, не брали, в магазинах они исчезли. Сказали, что сезон йог. Ой, дыни какие до сих пор. Дыни на вкусные. Арбузы я не знаю. Красивые в разрезе дыни очень. Народу, короче, очень много. Ну и завершение, наверное, стоит без лиме. Возьмем без лиме. Так вот хватает, я уже не раз показывал. Мы взяли с картошкой и вот творог, красный, с перца, что ли, я не знаю. Ну, вкусно. На месте сломанного отеля, здесь Сиедра, который был, будет, видите, написано. Чипичи групп строят, вот написано, совсем уже скоро. То есть тут будет, друзья, шикарнейший комплекс, красивый. Вот здесь на фотографии можно видеть два или три больших таких дома. Будет реально красиво. Строят очень быстро, а даже очень поздно вечером. И все равно работы иду. Давайте я вам покажу, что сейчас уже есть. И, знаете, буду стараться вам показывать, как Курт Сафир я вам показывал, как он строился. Также вот здесь, смотрите, вот выкопан котлован, была гостиница Сиедра большая. Сейчас выкопан котлован, старые сваи. В общем-то, даже не верится, да, что на этом месте будут шикарные, красивые дома. Квартиры здесь, конечно, будут дорогие. Я смотрел обзор, реально очень дорого будет стоить. Но вид будет шикарный. Будет какой-то у них свой пляж, какой-то электромобиль ходить до пляжа, как нам рассказывают. Но самое интересное, что в самой мотеле, в Гадамахте, будут разные магазины, кофе Starbucks. В общем, интересно. Буду вам периодически показывать. Интересно посмотреть, как все это будет строиться, расти. Приятно. И через два года увидим всю эту красоту. Застроят, обещают, через два года уже будет готово. С рынка идем. У нас виноград, хурма, ну и там сумки еще. Что у нас там? А перцы, кабачки и авокадо. Авокадо взяли давно не ненели. Да, бананы еще. Друзья, сезон с авокадо. Действительно, мы идем мимо сада и здесь вот снимают авокадо. Простое это дело. Вон, на дереве. Сезон авокадо, видите, вот поэтому они так сильно и подешевели. Потому что их везде очень много. Надо продавать. Они в сезон, они были 12-15 штук. Сейчас можно и за 5, и за 6, и за 7. Вообще большие прямо, красивые купить. Зреют они очень быстро. Не надо выбирать там мягкие, как мы раньше все. Просто принес домой, положил буквально 2-3 дня, они становятся мягкими. Но местные говорят, что лучше еще положить с яблоками. Вместе с яблоками они еще быстрее поспеют. Но мы пробовали, да. Они и так, и так, в общем-то, спеют. Друзья, мы приехали в центр. В большой магазин Коко. Мадам Коко. Вот он. Шанель. Зайдем. Да, Коко Шанель. Все, зайдем, посмотрим, что в нем. Если он говорит, четырехколесный макет. Первый раз такое вижу. У него сзади три колеса. А, это просто двух еще подставленный. Знаете, как у детей велосипеды. Трехколесный. Он еще ездит неровный, мы еще боковые не сняли. Да я еще не освоилась. Или надо такое, да. И как освоится, и будут по одному колесу убирать. Так, чтобы я не знала. Ничего мы там, друзья, в Коко не нашли. Все то же самое, что и у нас. Солнышко вышло, погода хорошая. Мушмула зацвела. Пахнет приятно. Вет она цветет и пахнет. Вет она цветет и пахнет.